Всем хай! С вами Дед Мазай! Ой, да шучу я, ёб ты бля! Свой обзорчик нам был Тонер-Си, мои дорогие друзья! И сегодня у нас будет обзор подпластителей. У нас три штучки на обзоре сегодня. И в данном обзоре мы будем пробовать всех вот двух апостасах. Во-первых, чисто ганом будем жрать эту хуй тень. Пробовать, ёб ты, какая она на вкус. И во-вторых, будем разводить в напитках, а конкретно на фильтрованной воде. И будем смотреть, какая слайд у нас где. Что ж, первый подпластитель, который у нас идёт, сегодня представлен в такой белой упаковке. Собственно, тут всё на итальянском написано. И это просто не описано словами, но я сейчас опишу перед вами. Продукто иное, РСЕ, блядь, Фессонетто 1,3Г, Аказона, СЛ. Я так понимаю, сделано это в Арабских Эмиратах. Ну, неудивительно, потому что все наши три сегодняшних посластители, похоже, сделаны в Арабских Эмиратах. Потому что это, ебать, оттуда привезено все чудо. Что же, давайте, пожалуй, пробуем посластитель под названием Щибдук. Ебать, и итальянцы, если есть на канале, то пусть бы они это прочитали. Ну, прочтут так прочтут. Давайте пробовать сначала ложки. Немножко вот так засыпем. Он такой идет большими гранулами достаточно. Отвечая других, которые я пробовал. Размером, на самом деле, примерно как крупенький сахар они. Ну, ебать, на самом деле, это неплохо. Знаете, похоже на непрослащенную аскорбинку. Какую-то, блядь, не сладкую, но сладкую, ебать. Это такая, конечно, сложная тема. Оно не сладкое, но послащенное. Давайте теперь пробовать с водой. И такую тень, блядь. Мама мента, блядь. Нужно... Нужно, хотя, похуй, вот этой размешаю, блядь. Будем сейчас это выпивать, ребят, с вами, блядь. Нет, она не размешает. Сука. Подлиннее ложку возьмем. Сейчас, пусть будет, как он попсает. Что-то он хуёв размешивается, я вам скажу, в сравнении с классическим сахаром. Ну, несем макату маслица, блядь. Несем меда намазанного. Иногда и вот таким медом намазанным. Это мы вытрем. Пока, чтобы засыхала моя река. Так. Давайте пробуем. Вода стала сладкой. И отдавать каким-то ебнутым вкусом. Я не хочу это запивать, ребята. Дамы и господа. Он немножко меня порадовал в крупницах. Но, когда я засыпал его в водицу, это пиздоносное просто нечто было. Давайте переходим ко второму подсвятителю. Сплэндида. Здесь расплэндида, блядь, американская у нас такая вот. Здесь, видите, у них все, как не у людей, тут горизонтально, тут вертикально, чисто, блядь, людям нахуй головы ломает только эти америкосы и ебаные. Ну, здесь у нас только все по-американски уже написано. Ингредиенты Декстроза, Мальтодекстрин и Сплэнда Сукралоза. То есть, сплэнда это их фирмовая ебаная под сладость такая. Не написано, где сделано. Дистрибьюция ТС Этланд, Эл Си, Кармел и Эн. Наверное, это штат Индиана. 46.032 проведите, эксперты, аналитику. По-моему, это Индиана штат. Ебать, тут у нас всего 1 грамм. А итальянцы за сумму целых 1.3. То, что уже Индосы нам даже жмотят, отравы свои, это, блядь, ну, не знаю, как-то мелочно выглядит. Ну, давайте пробовать. Продукция номер 2. Засыпаем нашу ложечку. И здесь, скорее всего, я же уже это ел. Здесь мы уже видим непривычную для ценителей сахара картину. Это просто некий порошок ебаный по консистенции, сравнимый с мукой. Но, в принципе, так обычно подсластители и выглядят. Вот она, вот такая эта штучка. И давайте ее попробуем. Сплэнда. Господа, это нечто поинтереснее, чем щип. Потому что здесь это хуета, не бать. Ну, вот если брать сахар белый, этот, блядь, свекольный, нахуй, российский, ебаный, не русский. Но, в принципе, она близка к нему по вкусу, очень сильно. И вот это какой-то ебанутый хуетой отдает. Хотя и тут химикат, и тут химикат. Но этому химикату я рад хотя бы. Хотя бы он производит впечатление. Ну что ж, давай не засыпай тогда продукцию уже сюда. Посмотрим в напитке, как она себя раскроет. Потому что, господа, из подсластителей, они, собственно, для напитков, для продуктов и добавлены. Их мало кто чистоганом ест. Особенно-то. Только вот для тест на тест такой у нас чистоганом будет. Давайте разболтаем. Мгновенно практически она размешивается. Ну, нет, не мгновенно. Ладно, просто это парпором, ебаный, он закрывать умеет себя. Он еще там не разболтался. Ну, да ладно. Пусто остался уже там. Давайте пробовать. Посмотритель сленда американская у нас сейчас на обзоре. И это, знаете, тоже химотный напиток. Но есть и вот этот ебаный напиток, который щип, щип дуб ебучий. Если его попить, сразу просто дурно в башке остановится. Если попить с пленду эту ебанутую, фендоску. Знаете, просто как вода с сахаром на вкус. Не вкусно нихуя, но пить можно. И вот, конечно, эти, блядь, за дойчи, блядь, пиндойчи, нахуй-то. Они ебнули продукта покачественнее, чем итальянский. Еще и язык понятный всем написали. Так что это точно лучше. Но напивать я не буду. Все равно невкусно. Вышло как-то. Сейчас я тут... Облизну, протру, чтобы слазить. О, тут там не было предыдущий. И давайте уже последний послутитель. Sweet'n Low. И здесь музыка играет. Ноты, нотная грамота. Залы Calorie Sweet'n'er. Это, ебань, тоже бренд Sweet'n Low. И этот, где у нас делается? Этот у нас делается уже тоже в Амиратах Арабских. И не просто так забравских, но здесь язык американский. Поэтому здесь я вам могу прочитать. Здесь у нас тоже 1 грамм насыплено. Иностранцы ебаные. И ингредиенты здесь. Декстрозы, содиум. Цукламат содовый. И содовые сахарин ебаный. А страна, откуда исходит фирма, непонятно. Возможно, это арабская охуятная. Возможно, мне это нихуя отновлять. Но тут надо на сайт переходить в интернете. Мне лично не хочется. Давайте просто пробовать продукт наш с вами. У меня не такой обзор, что я буду, блядь, про этих уёбков всех читать информацию. Просто будем вкусо-ароматикой заниматься тут с вами. Насыпаем Sweet'n Low. Это порошок еще более мелкий, чем Splenda. То есть тут просто ебаный какой-то нахуй запрещенный препарат похож на это. Но я не буду проводить аналогии, как бы сделали многие. Я просто это сейчас отведаю и все. А вот эта штука, она прям тает на языке. То есть она, в принципе, на вкус похожа на Splenda's ебучий, но ты его ешь, и он прям как растаивает, как сладкий сок, как шоколады волшебные тает. И знаете что, это тема неплохая. Давайте тогда все отведаем, что ли, и посмотрим в нахуй, как он себя раскроет продукт. Давайте-ка. Тоже не мгновенно. Как бы хотелось сказать, тут уже почти-почти неразличимы эти частицы. Но они там есть. Мое слово вам на то пригодится, подтверждать эти вещи, эти части, эти части. С послательством, с Sweet'n'Low. Ну что же, давайте пробовать. Во вкусе, в напитке, это хуйня в сравнении вот с хуйней Splenda. Если провести. Знаете, примерно одинаково, но на мой вкус Splenda все-таки немного менее ядреная, потому что здесь, ебать, какой-то пестицид ощущаю я, когда это пью. Здесь, в принципе, практически просто сахар, вода. Здесь сахар, вода, еще пестицид некий заметен. А пинтосы за это закрыли, блядь, замаскировали свой пестицид. В принципе, я считаю нахуй. И так понятно, что пестициды пьем хотя бы, блядь, чтобы не ощущалось, понятно. Так что, на мой взгляд, все-таки, Sweet'n'Low упаясь на битке. Но в том, в то же время, в тот же момент, в сухом миде, Sweet'n'Low, он покруче будет, чем Splendida. Ну, я все-таки, пожалуй, подведу вердикт. На первое место, лично по моему мнению, я поставил бы индолский препарат Splendida, потому что он достаточно хорош, как и в порошке, и в напитке. В то же время, на второе место, я бы поставил Sweet'n'Low, который в порошке получше будет немножко, чем Splendida. Но в то же время, когда я добавляю его в воду, он уступает уже на несколько порядков. Так что, поэтому, я бы все-таки второе место дал данному продукту, хотя перспективный тоже, как бы, и этот тоже, и этот, в принципе, они почти равноценные. Все-таки, этот по общим параметрам, чуточку лучше. И на третье место, я поставлю итальянский щебдук, который, блядь, ну, я бы стал принимать только в случае, если вы хотите сладкого, и у вас диабет, только тогда выхода нет, я бы это жрал. А если, нахуй, есть выход, ну, тогда уж лучше сахар, ребят, потому что, калории и будут, ну, блядь, зато не надо, это углевать не ужинать. Вот эти, в принципе, сахар, на самом деле, торжественный продукт. То есть, можно как сахар, так и их одинаково, удовольствие вы получите в любом случае. Итак, вердикт такой, мы проверили сегодня три подсластителя. Господа, не знаю, хотите ли вы, не хотите ли, смотрите вы видео, потому что у вас диабет, или просто места в организме нет, нахуй, для лишних калорий. Я надеюсь, данный видеоролик был полезен всем ценителям, как сахара, так и подсластителей. Вы немножко расширили свой кругозор в этой сфере. Ну, мне кажется, пора закругляться данный видеоролик, подписывайтесь на канал Дрон Мача, ставьте жирные пальцы вверх или вниз, если вам понравилось или не понравилось данное видео. И всем до новых встреч, чуваки!